Привет-привет, с вами Рви Машинз и ваш привычный голос за кадром, и вот как-то одолели меня сомнения, что еще для вас снять, какую тему выбрать, чем бы еще вас порадовать. И хорошо, что вовремя нашелся умный человек, который подкинул интересную тему. Может быть знаете такого, Кэсси Нейстад – это топ-блогер из Америки, 10 миллионов подписчиков, но не суть. Суть в том, что он породил у них там прямо какое-то помешательство на электроскейтбордах. Миллионы просмотров, множество роликов про электроскейты, с его легкой руки эти девайсы сейчас пользуются там бешеной популярностью, у нас же они пока как-то недооценены. Ну что ж, решено, лезем на Али и выбираем себе электроскейтборд, чтобы все выяснить на собственном опыте. Как всегда при выборе руководствуемся в первую очередь репутацией продавца и отзывами на конкретный товар, изучив выбор остановились на вот этом лонгборде. Надежный продавец репутации и отличные отзывы убедили нас в безопасности сделки, а впечатляющие характеристики девайса, о которых мы поговорим позже, окончательно подкупили нас в этом выборе, да и цена очень приятная для таких ттх, на момент покупки этот скейт обошелся нам в 26 тысяч рублей. Ну что, попробуем друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Давайте же рассмотрим поближе, что нам в итоге досталось. А достался нам вот такой очень крутой на вид скейтбордище, его длина аж 970 мм, вес чуть более 8 кг. По самым первым впечатлениям мы были приятно удивлены качеством всего изделия и тщательностью сборки. В описании сказано, что сама доска изготовлена из 9-слойной фанеры настоящего канадского клёна, в результате скейт может выдержать райдера весом аж до 120 кг. Сверху доска тщательно проклеена покрытием, которое по своей текстуре очень напоминает наждачку, скользить на ней нереально даже в мокром виде. Вся начинка подвешена в боксе через амортизационную прокладку, которая компенсирует колебания доски, когда на ней прыгает райдер. Там же в боксе литий-ионная батарея на 6,6 Ач. Здесь мы видим два мотора, каждый на 300 ватт, то есть суммарно имея мощность в 600 ватт, металлическая конструкция выглядит очень мощно и внушает определенное доверие к своей жизнеспособности. Сами колеса 90 мм диаметром, они покрыты полиуретаном, по заявлению продавца это крайне износостойкий материал. Управляется доска с помощью блютуз-пульта, который вы держите в руке. Тут тоже все крайне просто. Джойстик на пульте – это газ и тормоз, также тут есть переключатель на три режима, для новичков стандартный спорт и реверс. Индикатор заряда доски и USB зарядка – собственно все. Ну что ж, давайте наконец катнем уже. Первое что я хочу заметить друзья – впечатление масса. На мой взгляд скейтборд гораздо эмоциональнее, чем тот же электросамокат например, движение и скорость чувствуется гораздо острее, как говорится по эмоциям девайс отбивается на раз. Кстати на скейте я сейчас катаю второй раз в жизни. Первый раз был вчера. Посмотрев видео урок на ютубе скейт для новичков начал пробовать. И честно говоря я сам удивлен, но привыкание пришло очень быстро. Буквально пару часов практики и начинаешь чувствовать доску. Она прямо прирастает к ногам и появляется уверенность в движениях и маневрах. Очень кстати здесь три скоростных режима. Первый для новичков – самое то для обучения, он довольно медленный, но хорош для плавного старта. Я например вначале трогался с первой скорости, затем на ходу врубал вторую, а потом уже переходил на спорт. Дело в том, что для новичков старт в спорт режиме может быть очень резким. Давайте покажу вам как можно здесь ланчевать на спорте. Как видите старт очень бодрый, в отличие кстати от множества других грустных электроскейтов, где чтобы мотор заработал надо вначале толкнуться ногой. Но у нас же два мощных движка по 300 ватт, отсюда и бурнаут. Резкий старт это конечно отлично, другой вопрос максимальная скорость и самое главное запас хода на зарядке. Забегая вперед скажу – все это мы сегодня будем замерять. А пока друзья мои я уже почую у себя настоящим прорайдером и просто так кататься уже не по уровню знаете ли, захотелось с кем-нибудь забатлиться. В качестве оппонента для нашего сражения мы пригласили нашего знакомого на моноколесе, причем колесо не абы какое, одно из топовых, соловил экстрим мощностью 2 кВт. Честно говоря были большие сомнения в том смогу ли я потягаться на равных с этим девайсом, но все же давайте попробуем, как всегда мы устроим соревнования на старт с места на скорость, стартуем одновременно по команде. Ну что, готовы? Тогда погнали! Предсказуемо 2 кВт не крвет на старте мою доску и уходит в отрыв, но вот дальше все становится гораздо интереснее. Набирая максимальную скорость я начинаю постепенно нагонять колесо и в конце концов к моменту финиша уже значительно опережаю его. Вообще если честно по паспорту максимальная скорость у доски выше, так что не сказать что результат шокирующий. Но все же с пики на бумаге это одно, на практике все бывает по-другому, особенно у китайских девайсов. Впрочем максимальную скорость мы с вами еще замерим, ну а пока повторные заезды в точности повторяют изначальный результат. На старте колесо уходит, но затем я его значительно опережаю. Что ж очень круто! Уступая в скорости моноколесо выигрывает в другом, за счет большого диаметра оно например может двигаться по грунту и даже перепрыгивать через небольшие препятствия. Хотя наш скейт тоже может в оффроуд. Если серьезно, то конечно скейт только для хорошего покрытия. Ездить по грунту можно, но колеса небольшие и батарея будет высаживаться гораздо быстрее. Хотя по плитке с довольно-таки широкими стыками скейт идет отлично, как мы сегодня убедились. Колеса катит очень упруго и мягко, полиуретан отрабатывает как надо, так что стыки не проблема. Далее небольшой тест на эффективность тормоза. Двигаясь с одинаковой скоростью начинаем одновременно тормозить на линии, где стоит камера. Как видите колесо останавливается гораздо быстрее. Еще есть преимуществ колеса, оно маневреннее, на доске так петлять конечно не получится. К тому же если батарея сядет в ноль, колесо придется тащить в руках, а это между прочим 13 кг, тогда как скейт и без привода имеет отличный накат, так что можно продолжать движение и на нем, да и в переноске он существенно легче – всего 8,5 кг. Друзья, чтобы протестировать максимальный пробег на одной зарядке, мы выбрали отдельный день и приехали на пустынную дорогу с хорошим асфальтом и выделенной полосой для великов. Мерить будем простой приложенькой и GPS одометр. Как видите километр мы уже накатали, пока тренировались. Ну что ж, начнем. Надо сказать обстановка для замера хорошая. Асфальт ровный, без спусков и горок, правда довольно ветрено, но и мой вес почти 90 кг конечно же повлияет на итоговый результат. Кстати пока катаем, чтобы прорайдеры не хейтили меня в каментах, я поправлюсь. Конечно это не скейтборд, а так называемый лонгборд, впрочем терминологию погружаться не будем, если интересна разница – можете загуглить. А тем временем мой телефон сдох гораздо раньше чем скейтборд. Так что пришлось продолжить замеры и уже с другим. Так, мы сейчас переходим на другой телефон, потому что на этом у нас заряд на минимуме и он скорее всего сейчас потухнет. Успел он записать наш трек 17 км, мы уже накатали, поэтому переходим на этот, будет плюсовать сколько схватит еще заряда, плюс к 17. Так что погнали дальше. Кстати пока батарея еще жива, давайте померяем максимальную скорость. Итак, максимум, что удалось выжить – это 34 км в час. Хороший результат, учитывая, что заряд уже давно не максимальный. По официальным данным максималка вообще 40 км в час, но мне кажется тут китайцы преувеличили. Хотя если без ветра на свежем аккуме да с райдером 60 кг может и удастся выжить. Мы же катаем дальше, а батарейка все еще не думает умирать. По официальным спекам максимальный пробег заявлен довольно не точно – от 15 до 25 км, видимо китайцам лень было заморачиваться, как мы и мерить по факту. Хотя должен признать, процедура эта довольно утомительная, мы ездили уже больше часа практически беспрерывно, и ноги конечно с непривычки начали уставать. Впрочем выход был найден и мы продолжили наш тест без перерывов на отдых. Кстати довольно интересный способ передвижения, еще можно табуретку сверху поставить и вообще красота. Наконец довольно неожиданно и быстро тяга стала пропадать и буквально за 100 метров скейт уже не реагировал на джойстик никак. Все, мы выкатали его в ноль, давайте смотреть результаты. Итак, доску мы высадили полностью, результат у нас на этом приложении 5,4 км, но как вы видите предложение немножко другое, потому что мы покатались на том, нам оно показалось неудобным, постоянно реклама выскакивала, поэтому мы обнулили тот результат и поставили это приложение. На тот момент там было 3,8 км, итого у нас получается 17 км на первом приложении, 3,8 км на втором и 5,4 км на третьем. В сумме, сложная арифметика, я понимаю. Мы все-таки воспользовались калькулятором для сложных вычислений, у нас получилось в сумме 26,6 км, это итоговая цифра на этой доске на одном заряде, но учитывайте, что это первый заряд аккумулятора, как известно, после нескольких циклов он еще емкость подбирает и будет выдавать еще больший показатель. Итак, наш результат больше 26 км, удивительно, но это даже немного больше, чем официально заявленные характеристики. Мне кажется, это уникальный случай, когда китайцы поскромничали в спеках. Более того, я так подозреваю, этот скейтборд – одно из самых быстрых устройств электротранспорта в бюджете 26 тысяч рублей. Мы тестировали много подобного, ни самокаты, ни электровелома, на колеса они тем более гироскутеры нашу доску не догоняют. Поправьте меня в комментариях, если это не так. Ну и возвращаясь к самому началу нашего ролика, почему с подачи кейса Нейстета на западе доски стали безумно популярны, но столь редко встречаются у нас? Честно говоря не знаю, как видите скейт не уступает другим девайсам практически ни в чем, может быть просто мода как это часто бывает пока до нас не дошла. Как всегда подробности в нашем ролике на втором канале, ссылка будет на ваших экранах. А пока пришло время ненадолго прощаться, спасибо что смотрели друзья, подписывайтесь на канал и включайте кнопку колокольчика, если вы хотите всегда узнавать о наших новых роликах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч!